Культуру в массы накануне состоялась пресс-конференция, на которой журналистам рассказали о планах работы Союза художников региона и современных направлениях деятельности Музея Мерзи. Подробности далее. Культура это не только сфера услуг, это наш стратегический ресурс. От культуры зависит во многом национальная безопасность страны. А чтобы развивать культуру, нужно создавать условия для ее работы. И они в ближайшее время будут созданы. 16 мастерских Союза художников совсем скоро переедут из старого здания на Красноармейской, в котором более чем за полвека ни разу не делался капитальный ремонт, в новое на перекрестке улиц Гагарина и Фурманово. До конца осени планируется завершить ремонт и в выставочном зале на Советской 29. Наконец-то выставочный зал распахнет свои двери. И, конечно, у нас есть еще такая мечта, что он превратится в центр современного искусства, о котором мы тоже уже говорили. Эта идея давно уже витает в облаках и в наших умах. Директор музея Мерзи Людмила Нарбекова рассказала об итогах шестилетнего труда совместно с одной из коммерческих фирм Саранска по созданию мобильного музея скульптуры. Чтобы сделать музейные фонды максимально доступными для жителей отдаленных сел республики и маломобильных групп населения, все скульптуры Великого Эрзи из фондов Мордовского музея и коллекций Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга были сначала оцифрованы, а потом их слегка уменьшенные копии отпечатаны на 3D-принтере. И теперь их можно выставлять в любых районах Мордовии и далеко за ее пределами. Со скульптурой сложнее, потому что скульптура громоздка, она требует других совершенно затрат при транспортировке. Опять же, сохранность музейных экспонатов – это очень-очень важно всегда. Копии сделаны из искусственного камня и раскрашены близко к подлинникам. В отличие от оригиналов, не жалко перевозить на большие расстояния, а главное – можно трогать, что немаловажно для слепых и слабовидящих ценителей искусства. Такая выставка уже открыта в селе Баево, Ордатовского района. А следующей площадкой для подобной экспозиции станет Музей изобразительного искусства в Аргентине. Музею Эдуарда Сивари саранские меценаты собираются подарить 30 копий самых известных скульптур Эрзи. Познакомиться с работами выдающегося мастера можно и на сайте stepanerzi.com. Но при всей важности внедрения современных технологий работникам культуры не хотелось бы, чтобы люди перестали посещать сами музеи, где можно вживую увидеть уникальные экспонаты. Но именно такая тенденция наметилась в последние годы. Приток вот этих организованных групп, школьников, которые нам привозили раньше на автобусах, сократился в целом по России с 6-7% до 73%. Вы представляете, какие-то огромные, просто жуткие цифры. И не из-за того, что сейчас все можно найти в интернете. Причина – в жестких требованиях к перевозке детей в автобусах. Руководителям образовательных учреждений стало проще не возить детей на экскурсии, чем отвечать за их сохранность. И эту проблему надо решать. Ведь без организации для детей культурно-образовательного досуга. Как можно говорить об их духовно-нравственном воспитании? Людмила Чекал, Александр Данилов. Наши новости. Продолжение следует...